В этом видео мы с вами будем говорить о четвертой и последней части теста IELTS. Это speaking. Эта часть состоит из трех частей. Первая часть – интервью. Вторая часть – cue card. И третья часть – диалог. Первая часть. Первая часть интервью. В этом интервью вам будут задавать вопросы о себе. Расскажите о себе. It may be. Это может быть. What's your marital status? Ваше семейное положение. Or, are you married? Вы женаты. Where do you live? Describe your place. Describe your town. Describe your city. Describe your apartment. Вашу квартиру. Опишите. Do you have hobbies? У вас есть хобби. What's your hobby? Какое ваше хобби? Подобные вопросы или такие же могут быть заданы в первой части. Speaking. То есть в интервью, как его называют еще. Подобные и многие-многие другие. Подумайте сами. Вы можете спокойно подготовиться к этой части. Точно так же, как и к двум другим, разумеется. Заранее желательно это сделать. Мы еще с вами поговорим, как готовится. Далее. Давайте перейдем ко второй части. Да, продолжительность этой первой части. 4-5 минут приблизительно. Вторая часть. Вторая часть. Это монолог. Вам дается карточка. Эта карточка называется Q-карт. В этой карточке вам дается вопрос. И одна минута на подготовку к этому вопросу. Это будет монолог. То есть одну-две минуты вы будете говорить сами. Без тестера. И третья часть. Которая тоже состоит приблизительно где-то от 3 до 4 минут. Длится продолжительность этой третьей части. Заключительной. Части speaking. И в этой части у вас будет дискуссия. Discussion. Тестер будет задавать вам вопросы по предыдущей части. То есть по этому монологу. В зависимости от того, какой там был вопрос, к этому вопросу, она будет задавать, она или он, будут задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. И вы будете слушать следующие вопросы. А теперь давайте перейдем к самому началу. Что вас ждет в самом-самом начале? Вы заходите. Вас спрашивают. Show me your identification. Идентификация личности. Или паспорт, или что-нибудь еще подобное. Это первое. Второе. What's your full name? Ваше полное имя. Вы говорите свое полное имя. Хорошо. Теперь давайте послушаем рекомендации к этому тесту А. Что учитывается? Постарайтесь не давать односложных ответов. То есть да или нет. Вам задали вопрос. Вы сказали да или нет. И продолжайте. Как минимум 3-4 предложения. Должно последовать после этого да или нет. Окей? Это вам же выгоднее. Потому что, когда вы будете готовиться к тесту, вы же продумаете какие-то основные вопросы. Они известны заранее. Они известны. Все эти вопросы. Вы же будете готовиться к ним, правда? Говорите до тех пор, пока у вас есть что сказать. Тестер вас остановит, когда найдет нужным. Это первое. Второе. Я сталкивалась очень часто с такими случаями, когда люди в погоне за флюенси, за беглостью, говорят очень быстро. То, что они выучили дома наизусть, они начинают строчить как пулемет. Вот, понимаете, это сразу-сразу понятно, что речь эта выучена наизусть. Сразу понятно. Это не засчитывается просто-напросто. Тестер вас тут же остановит. Тут же. И будет задавать совершенно другие вопросы. Чтобы этого не было, вы просто старайтесь, чтобы не было больших пауз между словами. Их надо заполнить. Как я вам скажу чуть подальше, попозже. Но в быстром темпе, в очень быстром темпе не надо говорить. Почему? Потому что, когда пойдет вторая часть, и там будет кью-карт с каким-то вопросом, и будет уже монолог, где вы сами должны говорить, вы не угонитесь за своим первоначальным темпом. И сразу будет видна разница между первой частью, подготовленной, и второй частью, где вы вынуждены будете говорить какую-то спонтанную речь. Все-таки. Это вторая рекомендация. Третья рекомендация. Как я уже говорила в этом же видео. Не делайте больших пауз. Надо их чем-то заполнить. Чтобы не было пустоты. Какими фразами вы можете их заполнить? Это такие фразы как Let me see. Дайте подумать. Или Let me think. Дайте подумать опять. Или просто какие-то вводные слова. Например, Well, No. You see. Видите ли? Понимаете ли? You know. Понимаете? Вот это хотя бы вставляйте. Это лучше, чем просто какая-то пустота и какая-то тишина. Теперь какие-то примеры вопросов я приведу в своих следующих видео. Кроме этого видео на тему теста IELTS, у меня есть еще несколько видео, в котором вы можете перейти по ссылкам, которые вы увидите внизу этого видео. А пока, thank you for joining us, and good luck. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok